МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем ясно? Россиюшка-то мировой лидер, оказывается, одного только газа добывается столько, что хоть скрепными местами жует. Вот только, ой, жители Братска, где и размещена реклама, в большинстве своем этого самого газа и не видели отрадясь? Газифицирована лишь небольшая правобережная часть города, а вот на левом берегу отапливать приходится по старинке угольком. Братск разделен ангарой. Сейчас в городе газифицированы только правобережные районы. При этом баннер о газификации появился в микрорайоне Подун, то есть на левом берегу, где стоит ТЭЦ, работающая на угле. С газом было бы проще, и дров не надо, а газ это вообще хорошо. Мне приходилось жить в домах, где был газ, это очень удобно. То есть, как говорится, газ есть, но не по вашу честь. Да и вообще нечего холопов такими удобствами баловать. Это для транзита газа в Европу Путин готов был десятки миллиардов долларов из бюджета выложить. Стоимость Северного потока-2 оценивается в 11 миллиардов евро, не считая вложений на создание инфраструктуры для дальнейшей транспортировки газа в Европу. А вот на газификацию Иркутской области денег нет даже не годами, а десятилетиями. И это при том, что на территории области находится Кавыктинское месторождение, одно из крупнейших в России по запасам газа. После запуска Кавыктинского месторождения многие жители региона надеялись, что это значительно приблизит приход голубого дешёвого топлива в их дома. Дело в экспорте газа. От него напрямую зависит бюджет страны. И так как европейские рынки сейчас закрыты, растут поставки российского газа в Китай. Но мудрые бояре, конечно же, решили, что газ из Иркутской области больше нужен китайцам, чем местным. А холопы пусть новости о поставках в Китай смотрят и гордятся. В 2025 году мы должны поставить 38 миллиардов кубометров газа, а дальше 50 миллиардов кубометров газа. Справиться с такими поставками только одно Чаяндинское месторождение в Якутии, которое включено в силу Сибири, не может. И поэтому к этому месторождению подключается Кавыктинское месторождение. В связи с этим газ фактически не остаётся использовать для Иркутской области. И вот это, друзья, типичный русский мир, когда свои заплёваны и унижены, но при этом должны страшно гордиться страной. И ладно бы жители Иркутской области не нуждались в газе, но нет, сейчас мы вам покажем немножко местного процветания. Перспектив в посёлке Мама нет, работы нет, и поэтому люди просто выезжают в никуда. И всё это закрылось, всё это заросло. Дорог нет, природа своё взяла. Жизнь она, видите, в таком, можно сказать, заканчивается. Это посёлок с нежным названием Мама. Когда-то на заработки сюда съезжались со всего Союза. В окрестностях Мамы добывали слюду. А местные жители получали очень приличные, по тогда ещё советским меркам, северные надбавки. Когда существовал комбинат, была работа, были люди молодые, приезжали, зарабатывали. Верните, получали деньги северные. Все ехали на северные, на другом, так сказать. Но Союз развалился, и спустя какое-то время у власти в Москве оказался крепкий хозяйственник с фамилией Напе. Тот самый, который называет себя собирателем земель русских. Вот только лучше бы он не новые земли разрушал, а на старых навёл порядок. Иначе получится, как уже в упомянутом посёлке Мама, где от былого величия не осталось и следа. А местные жители, чтобы не замёрзнуть зимой, вынуждены разбирать жилые дома. Не хватает угля. В посёлке Иркутской области для отопления разбирают старые дома. В посёлке Мама Иркутской области дома топятся остатками угля и брёвнами. Люди жалуются, что батареи еле тёплые, а вместо горячей воды течёт холодная. Вот бы такое по федеральным каналам показать, так сказать, русский мир без прикрас. Но лошков там, конечно, нет. Поэтому, закинув в печку часть крыши соседского дома, жители Иркутской области смотрят по телевизору сюжеты о якобы замерзающей Украине или Европе. Без российского газа Европа замёрзнет. Европа просто не просто замёрзнет, а околеет наглухо. Ещё хуже дела обстоят на Украине. Запасы газа в хранилищах опустились ниже уровня начала закачки. Они должны там и замёрзнуть, и сгнить. Более того, в троллинге западных буржуев не стесняется принимать участие и лично Путин. Сейчас вот дед из бункера вылезет и о Средневековье всем расскажет. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на землю. Россия здесь при чём? Сами виноваты, хочу ещё раз подчеркнуть. И вы, друзья, думаете, он не знает, что половина его страны как раз в Средневековье и живёт? Да отлично знает. Просто дед за 20 лет на практике убедился, что как холопов не унижай, они всё равно из стойла носа не высунут. Более того, даже не сомневаемся, что в посёлке Мама Иркутской области, где люди живут, вот так. Было благоустройство здесь 100 пациентов, были очистные сооружения и всё. Было у человека будущее и была работа. А в данный момент что теперь? Всё это закрыло, всё это заросло. Перспектив в посёлке Мама нет, работы нет, и поэтому люди просто выезжают в никуда. На предстоящих выборах почти все проголосуют как раз за Путина. Они ж друг друга достойны. Но в смысле народ и их божество из бункера. И такое холуйство лишь сильнее развязывает руки пацанам в Кремле. Ведь если стадо не просто терпит, но и хлопает в ладоши, то почему бы не загонять его ещё сильнее? Люди уезжают отсюда, потому что ловить здесь нечего. Здесь своих проблем в городе хватает, мало работы, небольшие зарплаты, ещё какие-то моменты. А это уже другой район, всё той же Иркутской области. Когда-то здесь был один из крупнейших в России химических комбинатов, где трудились целое поколение местных. Раньше здесь весь город работал на химпроме. Люди с семьями работали, многие работали поколениями. Многие учились на то, чтобы только там работать, и больше ничего не знали, не умели. У Соли и Химпром – это самое крупное в Советском Союзе химическое предприятие. Тут можно часами ездить от одной локации к другой, и всё время будут меняться пейзажи. Что было дальше, вы, наверное, и так догадались. Комбинат прикрыли и распилили на металл. Пилили даже городские коммуникации, которые проходят через площадку, оставляя город то без воды, то без света. Пилили все попавшиеся под руку цистерны. МЧСники то и дело выезжали ликвидировать облака хлора или соляной кислоты, которые начали движение в сторону жилых кварталов. И мы бы точно не касались этой темы, если бы не ещё один важный нюанс. После закрытия химкомбината все токсичные отходы решили не утилизировать, а тупо зарыть неподалёку, отравив всё живое на много километров вокруг. Самое страшное, глазами здесь не увидеть. Это 2 миллиона тонн химических отходов. Часть отходов бросили, остальное закопали, чтобы спрятать и потом не нести за них ответственность. В итоге здесь вся таблица Менделеева и концентрации токсичных веществ в десятки, сотни раз выше предельно допустимых норм. Масштабы экологической катастрофы даже сложно себе представить. Но кроме каких-то местных активистов, всем на это плевать. Здесь всё, земля, вода, рыба, люди заражены ртутью. И не только ей. Из-за масштабов трагедии, которая тут произошла, у Солья даже называют сибирским Чернобылем. Очень, очень много онкологией болеет. Вот у меня лично свекровка умерла от онкологии. Вот недавно муж у меня. У меня дед умер от рака, желудка. Бабушка от рака там тоже чего-то не помнит. Вот отец рак, горло, брат рак. Что-то тоже там у него был. Тобирак печени-то ничего. Зато на федеральных каналах в режиме нон-стоп переживают за украинскую землю. То там якобы ГМО собираются высаживать. Зеленский продал плодородный чернозем Украины. То есть в числе покупателей находятся и компании, выращивающие сельскохозяйственную продукцию с ГМО. Если есть возможность на такой хорошей земле еще и выращивать подобную гадость, то это двойная радость для всех этих подлых корпораций. То урановые отходы закапывать. Каковы цели покупки украинской земли? И Британия вместе со своими танками «Челленджер», и США со своими танками «Абрамс» поставили на Украину еще и тысячи снарядов с подкалиберными урановыми сердечниками. Эти страны, их правительство особо не заморачивается тем, что почва и вся окружающая среда на местах может получить радиоактивное заражение. И ты смотришь на это все и не верится, что можно быть настолько циничными подонками. Не надо об Украине думать своими экологическими проблемами, а заботьтесь, да? Но в ответ тишина. А знаете почему? О, друзья, это очевидно. Путин и компания не просто так на ту же Иркутскую область забили. Ведь чем ниже уровень жизни там и сильнее безработица... Приангарье вошло в пятерку регионов Сибири с самой высокой безработицей. Тем больше местных от безысходности идут воевать. Других вариантов же выжить просто нет. Правда, и вернуться с войны шансов тоже немного. С тем учетом, что мобиков из бедных регионов Шойгу и Герасимов используют для разминирования минных полей и лобовых штурмов. Владимир Владимирович, обращаюсь к вам, мобилизованный Иркутской области. Просим посодействовать и разобраться беззаконным и преступными приказами нашего командования, где из нас солдат. Территориальные обороны за один день сформировали штурмовые подразделения без какой-либо поддержки, артиллерии, связи, саперов, разведки на убой. И напрямую говорят командование, что мы все расходный материал и единственный шанс вернуться домой – это получить ранение. И подобное нытье мы можем показывать хоть до завтра. Но на деле ничего не меняется от слова совсем. Ну, кроме того, что с каждым новым гробом из Украины, жизнь на этих землях все сильнее угасает. Родные погибших, получив гробовые, переезжают в другие регионы. А молодежь просто уезжает из области, где не видит будущего и перспектив. Не только деньги, но и людей теряет Иркутская область. По статистике, каждый год из нашего региона уезжают по 2000 человек. Наш регион в основном теряет молодежь. В другие города России преимущественно переезжают жители Иркутской области от 15 до 35 лет. В итоге, пока по телевизору рассказывают о величии России, а поехавшую Шойгу собирается строить в Сибири новые города... В Сибири в скором времени может появиться несколько крупных городов с населением до миллиона человек. Идею озвучил Сергей Шойгу. Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров. Старые сибирские города скатываются, если не в каменный век, то около того. Скажем, школы заполнены максимум на треть. И проблема не только в детях. Из-за оттока кадров в Иркутской области огромный недостаток учителей. В режиме дефицита кадров находится сейчас рынок труда Иркутской области. Этот показатель достиг своего максимума с начала этого года. На школах не хватает учителей одного из самых важных предметов русского языка и литературы. Также в число дефицитных кадров попали преподаватели математики и иностранных языков. Педагогов и так было немного, а тут еще царь-батюшка предложил переезд на оккупированные территории Украины. Надо же кому-то украинским детям мозги промывать. Учителей, чиновников и медиков отправляют восстанавливать Украину и Донбасс. В апреле на Донбасс отправится группа учителей-добровольцев. Педагог Павел Максимов приехал в ЛНР из Иркутской области. Здесь я смогу детям вложить, если учесть, что они два года последние ладон не учились, провалов знаний. Но важно здесь то, что люди готовы жить в прифронтовых городах, лишь бы хоть куда-то вырваться из тыловой Иркутской области. Интересно, а что мешало Путину построить там образцово-показательный русский мир? Ну так, чтобы не приходилось бабулек 80 лет в школу возвращать. Разучивается школьниками стихи, учит ребят читать, писать и считать Фаина Филипповна уже больше 60 лет. Такая ситуация в школе, что работать некому. Ну и директор, и зауч, и родители попросили, чтоб я вернулась. А ответ, друзья, как обычно на поверхности. Русский мир это продукт исключительно на экспорт. Так, чтобы в том же разрушенном россиянами Мариуполе с барского плеча строить школы или больницы. Жилые дома, больницы, детские сады и школы. На освобожденных территориях Донбасса идет большая стройка и капремонт. В восстановительных работах задействованы свыше 40 тысяч специалистов со всей страны. Самый, пожалуй, яркий пример масштабной стройки – Мариуполь. Дороги, школы, больницы, работа кипит. А свои граждане при этом униженные сидят. В Иркутской области новых больниц в глубинке не видели десятилетиями. А в сараях, которые работают, толком нет специалистов. Они просто не выживают люди, они не получают медицинского обслуживания. То есть тут нет узких специалистов. Вот у меня отец был сердечник. И если бы здесь был врач-сердечник, он, возможно, смог бы спасти его. Но этого не произошло. Собственно, умер, не получив лечение. Интересно, а чем граждане России хуже жителей Мариуполя? Может, они меньше русские? Или рожей не удались? А правда в том, что на русских-то пиара не сделаешь. Не сделаешь настолько, что на оккупированной территории врачебные десанты отправляют тупо каждый месяц. Многонациональный врачебный десант в течение 14 дней оказывал высококвалифицированную медицинскую помощь военным и мирным жителям в Донбассе. Глава региона Батухасиков выразил благодарность депутату Государственной Думы Бадме Башанкаеву и всем врачам-добровольцам, которые вновь отправились в Донецкую и Луганскую народные республики для помощи людям. Новая группа российских врачей-добровольцев прибыла сегодня в Донецк. Волонтерскую программу курирует Единая Россия. Больницы и госпитали народных республик остро нуждаются в квалифицированном медицинском персонале. А в Иркутскую область? Нет. И Путину глубоко безразлично, сколько граждан России отправятся на кладбище, не дождавшись помощи. Страна большая, бабы еще нарожают. Впрочем, очевидные для нас вещи в России, видать, воспринимают как-то по-другому. Иначе чем еще можно объяснить молчание холопов при таких вводных? Хотя мы вполне допускаем, что люди, которые не видели другой жизни, считают подобные унижения чем-то нормальным. Мол, не жили хорошо, нефига начинать. Ну и скажите после этого, что Путину не повезло с народом. Путину не повезло с народом.